Массовая мобилизация полиции в Нью-Йорке. В Центральном парке Манхэттена проверяют подозрительных жителей и туристов. Что же происходит, расскажем в этом выпуске. В Пуэрто-Рико объявлен режим чрезвычайного положения, куда движется новый тропический шторм. В США растет заболеваемость так называемым парвавирусом. В Денвере кардиолога признали виновным в изнасиловании пациенток. Кандидаты в президенты хотят отменить налог на чаевые. Как это может отразиться на простых американцах? Не пропустите репортаж Бюро. Чикаго готовится к потенциальному наплыву новых эмигрантов. Почти половина американцев не знают о процентах своих кредитных карт. Как жители Нью-Джерси могут получить помощь от государства? В Калифорнии огромная белая акула преследовала байдарочников и на пляже озера Тахо медведь присоединился к пикникум. Досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Сегодня среда, 14 августа. Устраивайтесь поудобнее. Новостей много, как обычно в это время, на YouTube-канале Бюро. Я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на бюро. Ну а мы начинаем. Массовая мобилизация полиции в Нью-Йорке. Буквально два часа назад мэр города Эрик Адамс распорядился усилить патрулирование Центрального парка в Манхэттене. Туда сейчас стянуты почти 200 сотрудников полиции Нью-Йорка. По данным властей мегаполиса, офицеры будут проверять подозрительных жителей и туристов. Как заявил начальник патрульной полиции Джон Челн, такие меры связаны с увеличением количества преступлений в парке. Накануне в парке было совершено нападение на 84-летнюю пенсионерку. Нападавший сбежал, а женщина попала в больницу. Но за прошедшие сутки неизвестные дважды там ограбили посетителей парка. У полиции есть подозрение, что в парке действует банда нелегальных эмигрантов, которые проживают в приютах для приезжих в Манхэттене и Бруклине. По данным полиции Нью-Йорка, в этом году в Центральном парке произошло как минимум 30 ограблений, что на 200 процентов больше, чем в 2023. Полиции заявили, что сейчас сотрудники НВПД разыскивают несколько нелегальных эмигрантов, причастных к различным преступлениям. Ну и там же в Нью-Йорке полиция расследует массовую стрельбу в Гарлеме. Там мужчина из своей машины открыл огонь по толпе. Один человек получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Но вот после этого стрелок бросил свою машину и попытался сбежать. В итоге его поймала полиция. Отмечу, что обвинение мужчине предъявлено по статье «Непредумышленное убийство». Хотя стрелок наверняка осознавал, что делает, когда стрелял из оружия по толпе. По Флориде три человека погибли при крушении гидроциклом. В районе Флорида Ки семья каталась на скутере. И вот по какой-то причине гидроцикл на полной скорости врезался в дамбу. В результате три человека погибли. Сейчас полиции выясняют, по какой причине произошла эта авария. Другим новостям. В Пуэрто-Рико объявлен режим чрезвычайного положения. Президент США Джо Байден распорядился выделить острову дополнительные средства. Пуэрто-Рико ожидают шторм Эрнеста. Уже сейчас там остановили весь общественный транспорт, закрыли школы и офисы и оборудовали больше трех сотен убежищ. Некоторые части острова остались без света. Синоптики предсказывают, что Эрнеста может принести проливные дожди и наводнения в Пуэрто-Рико и на Виргинские острова. Власти просят туристов и местных жителей держаться подальше от океана, особенно на севере и востоке острова. Ожидается, что шторм достигнет острова в среду. Ну а теперь к политическим новостям. Дональд Трамп продолжает критиковать Каму Лухаррис. Трибуны все чаще звучат обвинения в том, что демократы устроили переворот и выдвинули Каму Лухаррис незаконно. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день все формальности выполнены. Харрис официально заручилась поддержкой делегатов. Она теперь официальный кандидат. Однако Трампа это не смущает. Некоторые эксперты считают, что таким образом Дональд Трамп готовит почву для того, чтобы после выборов поставить под сомнение их результат. Ну и сегодня демократ Тим Волл согласился провести дебаты с республиканцем Джей Ди Вэнсом. Оба они могут стать вице-президентами. Но вот дебаты пройдут 1 октября на канале CBS в Нью-Йорке. Ну а шериф из Калифорнии возмущен, что его использовали в предвыборной рекламе Камалы Харрис. Майк Будром появляется в новом ролике Харрис в тот момент, когда идет рассказ о работе Харрис в Калифорнии. Шериф заявил, что Харрис ничего не сделала, чтобы остановить преступность в штате и вообще он ее не поддерживает. В общем, вот такой вот скандал и получился. Сама Харрис пока ничего не ответила. Россия начала вывод войск из Украины. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Издание утверждает, что российские власти решили вывести часть войск с украинской территории на фоне операции ВСУ в Курской области. При этом издание не приводит каких-либо цифр о том, сколько именно войск Россия перебрасывает из Украины в Курскую область. При этом официально Белый дом очень осторожно комментирует ситуацию. Эксперты считают, что операция ВСУ в Курской области имеет вполне понятный смысл. Ну, во-первых, именно из Курской области Россия наносит удары по Украине. Ну, а во-вторых, контроль над частью российской территории дает Киеву свои козыри при возможных переговорах с Москвой. Спасибо вам огромное за лайки и комментарии. Я Денис Чередов. Мы продолжаем. 5 миллиардов долларов потратила мэрия Нью-Йорка на помощь иммигрантам за последние два года. Основная статья расходов – это оплата жилья. В основном мэрия переводит гигантские суммы местным гостиницам. СМИ Нью-Йорка уже не раз писали о том, что эти деньги часто тратятся без всякого контроля. Например, недавно выяснилось, что колоссальные средства уходят на оплату номеров, в которых никто не живет. Кроме того, мэрия города тратит большие деньги на еду для иммигрантов. Но и здесь тоже не обошлось без скандала. Мы уже рассказывали о том, что многие наборы еды просто выбрасывают. При этом мэрия Нью-Йорка собирается потратить еще больше. В следующем году сумма расходов может удвоиться. Ну а теперь хорошие новости об американской экономике. Сегодня власти США опубликовали данные об инфляции. Впервые за три года индекс роста цен опустился ниже 3%. ФРС отмечает, что инфляция постепенно замедляется. Хотя американцы по-прежнему жалуются на слишком дорогие товары и услуги. Экономисты считают, что в ближайшее время ФРС может снизить процентную ставку. Это сделает кредиты более доступными. В теореме в США разгорается скандал вокруг предвыборных обещаний обоих кандидатов. И Дональд Трамп, и Камала Харрис заявили, что в случае избрания отменят налог на чаевые. Но эксперты утверждают, что из-за этого вырастет дефицит бюджета. Что говорят по этому поводу владельцы ресторанов? И при чем тут большая политика? Вот об этом корреспондент бюро Гарри Книгницкий. Вот Дональд Трамп выступает перед своими сторонниками в начале июня. Кандидат в президенты обещает отменить налог на чаевые. Проходит два месяца, и вдруг точно такое же обещание дает другой кандидат Камала Харрис. Интересно, что оба они заявили такое не где-нибудь, а именно в Неваде. В этом штате почти каждый четвертый работает в отеле, казино или ресторане. А значит, получает от своих клиентов чаевые или типы, как их называют в США. Обещание отменить налог с типов касается их напрямую. А еще Невада – это колеблющийся штат. Он и не республиканский, и не демократический. Если кандидат побеждает в таких штатах, то почти гарантирует себе победу на президентских выборах в целом. Поэтому претенденты на Белый дом обычно не скупятся на любые обещания. Им важно заполучить колеблющийся штат любой ценой. Вот и Харрис совершенно спокойно озвучивает от своего имени идею Трампа – отменить в случае избрания налог на чаевые на федеральном уровне. Это обычный ресторан в столице США, Вашингтоне. Здесь, как и в большинстве американских ресторанов, официанты получают минимальную зарплату всего лишь в 2 доллара 13 центов в час. Выживают они именно за счет чаевых. Все эти типы идут сначала в кассу. Из общей суммы высчитывается налог. В Вашингтоне это 10 процентов, в Нью-Йорке чуть больше 15. Налог платят ровно пополам официант и владелец ресторана. Конкретно этим заведением владеет Одет Уайзман. Он в ресторанном бизнесе уже 25 лет. Многие конкуренты за четверть века закрылись, а Одет пережил и финансовый кризис 2008-го, и пандемию 2020-го, и по-прежнему на плаву. А теперь еще и с оптимизмом смотрят в будущее. Ведь получается, независимо от того, кто выиграет выборы, налог на чаевые отменят. Одет сэкономит немалые деньги. Отмена налога на чаевые – это хорошая идея. Это здорово поможет моему бизнесу. И я думаю, это неплохо и для клиентов. Они будут знать, что дают деньги официанту, а не государству. А мы и так платим достаточно налогов. Вот в ресторан у деда пришла пообедать семья. Все четверо говорят, что уже в курсе предвыборных обещаний обоих кандидатов и считают, что это хорошая идея. Я всего лишь хочу, чтобы официантам честно платили зарплату. Вот в Европе у официантов зарплаты повыше, но там им оставляют меньше чаевых. А у нас в США по-другому. Не знаю, как все в итоге решится после выборов. Но нужно, чтобы работникам ресторанов хватало на жизнь. Но Джош, как и многие другие американцы, совершенно упустил из вида важную деталь. Кандидаты в президенты, конечно, позаботились об официантах и рестораторах, но если им отменить налог на чаевые, то в бюджете США возникнет дыра. В ближайшие 10 лет из него выпадет примерно 200 миллиардов долларов. Пострадают также бюджеты штатов и городов. И в результате не хватит денег на социальное пособие и бесплатную медицину для американцев старше 63 лет. А еще отмена налога на типы открывает простор для серых схем. Работодателю будет выгодно выводить всю зарплату в чаевые. Владелец бизнеса будет платить меньше зарплату и больше чаевых. Если с чаевых не будет налога, это выгодно и с одной стороны, и с другой. Насколько это оставляет серый кусочек или черный кусочек для обмана. Кусочек для создания серых схем и ухода от налогов огромный. Именно поэтому идея отмены налога на типы в США не приживалась десятилетиями. Да-да, оказывается, это не изобретение Трампа или Харрис. Эта тема типа идет очень далеко назад. Я о ней первый раз слышала еще когда только Рейген заходил. Был дебат. Тип – это подарок или это заработок? То есть, поскольку работник, скажем, официант, не работает на клиента, то получается клиент дает подарок. В Америке подарки, не облагаются налогом тому, кто берет. То есть, это, я думаю, самая большая проблема в том, что они хотят это убрать. Я не думаю, что у них это получится. По крайней мере, раньше ни у кого из американских политиков такое не получалось. Зато это заманчивое предвыборное обещание. И к тому же обещание это направлено на тех, кто может решить исход выборов. Ведь на чаевые в Америке живут в основном люди с низкими доходами. Они редко интересуются политикой, почти не ходят голосовать. А это 2,5% работающих американцев. И если вовлечь их в выборы, заинтересовать, выманить на избирательные участки, то в очень плотной борьбе между кандидатами они могут обеспечить решающий перевес. Гарри Книгницкий, Валентин Казменко, Бюро Вашингтон. А что вы думаете по поводу отмены налогов на чаевые? Пишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Не забудьте поставить лайк этому видео. Мы продолжаем. В США растет заболеваемость с так называемым парвовирусом. Эта болезнь очень заразна. Передается респираторным путем. И среди ее характерных симптомов это покраснение шеи и щек. Чаще всего от этой болезни страдают дети. Вирус также может представлять серьезную опасность для беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями крови. Жуткая история с Денвером. Там местного кардиолога признали виновным в изнасиловании множество женщин. Следствие утверждает, что доктор находил женщин в приложении для знакомств, приводил домой и накачивал наркотиками. После этого насиловал. В материалах дела говорится о девяти доказанных случаях. Но вот присяжные признали мужчину виновным. Ему грозит несколько десятков лет за решеткой. Ну а на суде, как вы видите, обвиняемый расплакался. Бывший офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовен переведен в другую тюрьму. Он будет отбывать свой срок в Оклахоме вместо Аризоны. Напомню, Шовен получил 21 год за убийство Джорджа Флойда. В прошлом году он пострадал от нападения другого заключенного. И вот Федеральным тюремным бюро отказались назвать причины перевода Шовена в другую колонию. Но возможно это следствие его ранения. Чикаго готовится к потенциальному наплыву новых эмигрантов. Губернатор Техаса грозился завести на автобусах с границы просители убежища специально перед съездом Демократической партии. Ну а съезд стартует 19 августа. Мэрии Чикаго заявили, что готовы принять новых эмигрантов. Сейчас в городских приютах есть более 5000 свободных мест. Теперь Калифорния в Сакраменто на многих улицах вводят новые ограничения скорости. За последнее время в городе резко выросло число погибших в дорожных авариях. На 14 оживленных городских улицах максимальную скорость снизят на 5 миль в час. Ну и если вы живете в Сакраменто, то напишите пожалуйста в комментариях, а как вы оцениваете дорожную ситуацию в вашем городе. Оказывается почти половина американцев не знает о процентах своих кредитных карт. Это показал новый опрос. Экономисты предупреждают, такая халатность может вам дорого стоить, ведь сейчас долги по кредиткам самые высокие за всю историю страны. Жители США должны уже больше триллиона долларов. И при этом годовые процентные ставки выросли до самого высокого уровня за 23 года. Сейчас они заставляют больше 22%. Половина американцев не погашают свои кредитные карты каждый месяц, ну а значит значительно переплачивают банку. Жители Нью-Джерси могут получить помощь от государства. В основном она касается оплаты жилья. Получить ее могут не только владельцы квартир, но и арендаторы. Жители штата могут получить от 450 до 1500 долларов на оплату жилья. Льготы распространяются на владельцев домов с доходом 200 тысяч долларов в год или меньше. И арендаторов с доходом 150 тысяч или меньше. Ну а ссылку на эту программу мы оставим в описании к этому видео. Оказывается сейчас лучшее время, чтобы арендовать жилье. Во всяком случае, так считают эксперты по недвижимости. Ежемесячные расходы снижаются. Например, в прошлом месяце рекордно упала средняя арендная плата в Остине, Шарлотте. Но здесь после пандемии построили много новых домов. Поэтому предложение сейчас превышает спрос. Владельцы жилья сейчас предлагают скидки. Например, бесплатные недели аренды. Ну, чтобы таким образом заманить людей. Но в редакцию ютуб-канала Бюро обратилась жительница Лос-Анджелеса Ангелина Амбарцумова, которая с двумя детьми осталась на улице. По словам девушки, по объявлению в фейсбуке в Лос-Анджелесе она сняла жилье в частном доме. Однако совсем недавно семья уехала отдыхать во Флориду. Это было в июне. А когда Ангелина вернулась, арендодатель заявил, что дом сгорел. И что теперь делать Ангелина не знает. Ведь владельцу арендованного жилья она оставила депозит, который обратно она получить не может. Что делать в подобных ситуациях? Сейчас девушка и ее дети вынуждены жить в гостинице. Ангелина Амбарцумова к нам присоединяется прямо сейчас из Лос-Анджелеса. С надеждой, что наши подписчики и зрители смогут как-то помочь. Ангелина, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Правильно я понимаю, что вы сейчас в гостинице находитесь? Да, мы проживаем в гостинице уже более двух месяцев. Правильно я пересказал вашу историю и вашу просьбу о помощи? То есть получается, две тысячи вы платили за арендованное жилье, потом уехали во Флориду и, вернувшись, вам сказали, что дом сгорел. Вы его проверяли, этот дом? Действительно ли нет уже жилья? Да, да. Также хочу уточнить, что накануне, когда мы уезжали, мне звонила жена хозяина, уточняла, когда мы вернемся. Естественно, я сказала, что мы едем отдыхать, и в ближайшую неделю нас не будет. По возвращению я позвонила хозяину дома, что мы возвращаемся. Он сказал, что у вас нет жилья, сгорел дом. Но нам стоит запрет пойти в дом, хотя там были все наши документы, вещи, ценные вещи, всякая техника. Мы не получили абсолютно ничего. А где это всё сейчас? Где ваши вещи сейчас, документы и всё остальное? Нет ничего. По его словам, всё, что половина сгорела, половина нет, и мы не имеем права зайти в дом. А вы видели там, не знаю, признаки того, что был пожар или что-то такое? Вы же можете… Мы проезжали мимо, да, мы проезжали мимо дома. Я видела, что дом закрыт, у меня есть видео, фотографии. Но, к сожалению, я не могу туда зайти. И даже медицинские страховки и миграционные документы, которые приходят на адрес, нам ничего не дают. Меня просто хозяин дома везде заблокировал. И я даже не могу никак выйти с ним на контакт, чтобы хотя бы взять какие-то документы. Вы живёте в Лос-Анджелесе сейчас, да? Вынуждены жить сейчас в гостинице. Вы обращались там, может быть, к какому-то адвокату, не знаю, в группы там в Фейсбуке, в социальных сетях. И подписывали ли вы какой-то договор аренды жилья? Обязательно, конечно. У меня есть договор, лист, который действует до 2025 года, 1 апреля. Я писала в социальных сетях почти везде. Но, к сожалению, очень мало людей, кто сталкивался с подобной ситуацией. И с адвокатами, с которыми я общалась, не все по вот этой теме. И если кто-либо сталкивался с подобной ситуацией и также потерял много всего, как мы, это все наши документы. Я очень бы просила помощи. Я была бы благодарна, если бы хотя бы могли подсказать, потому что у нас не осталось ничего. Да, ужасная ситуация. Но вот действительно, если кто-то из наших подписчиков или зрителей может как-то помочь советом, не знаю, кому обратиться лучше в этой ситуации, мы обязательно, Ангелина, оставим ваши контакты в описании к этому видео. Вы также открыли аккаунт на сайте GoFound.me. Что еще вам сейчас необходимо? Вы же можете получить бесплатные продукты и так далее. У вас двое детей, и вы сейчас в положении, если можно об этом говорить. Да. Ну, мы сейчас проживаем в отеле. К сожалению, мы даже не можем снять жилье, потому что у нас нету сошела. У нас вообще ничего нет. А как вас все-таки тогда заселили в арендованное жилье в предыдущем доме? Сошел был в доме. Я так поняла, что все сгорело, по словам хозяина. А, я понял. Хорошо. А в полицию вы обращались? Нет. Я не обращалась, потому что с его стороны были угрозы. И если бы кто-либо смог мне помочь, подсказать, я была бы очень благодарна. Все-таки подумайте. Я, конечно, не адвокат, но в этой ситуации все-таки, мне кажется, стоит зайти в полицейский участок, на территории которого вы живете, того района, и написать все-таки заявление. А там, может быть, действительно вам и помогут полицейские разобраться в этом деле. Да, надеюсь, конечно же, на обратную связь с нашей аудиторией. Спасибо вам большое, что вы все-таки написали нам, рассказали о своей проблеме, потому что вообще вот такие ситуации могут коснуться каждого из нас. Я вас благодарю. Ангелина Амбарцумова была вместе с нами из Лос-Анджелеса. Ну, берегите своих детей, надеюсь, что все сложится. В Калифорнии огромная белая акула преследовала байдарочников. Два друга отправились порыбачить на каяках. Вот внезапно в воде они обнаружили плавник акулы. Она долго кружила вокруг лодок, вскоре ей это надоело, и она уплыла. Но в любом случае, вот жители Калифорнии успели сделать вот такие вот кадры. Ну, а другой житель Калифорнии пытался отогнать лопатой медведя воришку на пляже. Семья отдыхала на берегу на озере Тахо, и вот когда внезапно в этот момент к ним подошел незваный гость. Ну, большой, довольно смелый бурый медведь украл из кулера пачку печенья и убежал. Через несколько метров он остановился, чтобы насладиться добычей, и тут к нему подбежал мужчина с лопатой. Он сначала ударил лопатой по песку возле медведя, ну, а затем по столу для пикника. Но медведя это не испугало, после чего мужчина ударил медведя прямо в морду. Ну, не знаю, зачем он это сделал, можно было просто подождать, но в любом случае, это история со счастливым концом. На сегодня все. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео, напишите пару слов в комментариях. Но если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. Прямо на вашем экране есть QR-код. Наведите телефон, и там вы найдете все инструкции. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас. Также под каждым видео вы найдете кнопку thanks. Увидимся завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин